14 сентября состоятся выборы губернатора Тюменской области. В списке избирателей включаются все граждане, обладающие на день голосования активным избирательным правом. Вы можете ознакомиться со списками избирателей в своей участковой избирательной комиссии с 3 по 13 сентября. Найди себя в списке избирателей. 14 сентября я выбираю губернатора Тюменской области. Субтитры создавал DimaTorzok Сегодня в выпуске. Песни, танцы и салют. В выходные Сургут отметил День работников нефтяной и газовой промышленности. Единственный в России губернатор Югры посетила Центр подготовки и реабилитации имени Ашапатова. И если бы не ДТП, благодаря аварии полицейским возможно удастся раскрыть еще одно преступление. Тысячи горожан, главы региона и города, руководители градообразующих предприятий вышли в эти выходные на улицы Сургута, чтобы отметить День работников нефтяной и газовой промышленности. В субботу гулял «Газпром», пригласив на концерт звезд российской эстрады и устроив ряд других интересных мероприятий. В отделении технических видов спорта занимаются с 7 лет все, кому позволяет здоровье и у кого есть желание. По чутким руководствам Вячеслава Рыбака здесь в ближайшее время откроется еще одно направление – картинг. Мы в принципе 33 года уже как бы под руководством «Газпрома» у нас существует отделение технических видов спорта. Но в этом году и на тот год мы планируем уже картинги открыть, как видите, да, значит детишек. Ну, естественно, нужны немножко площадя, вот, то есть, ну, над этим работает нам. Руководство «Газпрома» помогает, профсоюзам помогает. Я в мотоокросе всю жизнь, в ветеранах выезжающих, по-стариковски немножко. Всех победил? Ну, не всех, но в призах. В этот раз дорогу дали молодым. Правда, хотя действие было похоже на соревнования, все-таки это праздничные показательные выступления, не лишенные экстрима. Занимаясь около 7 лет, почему, ну, пошел в мотоокросс, потому что посмотрел по телевизору в мотоокросс и, ну, было желание пойти и позаниматься. В некоторых моментах всегда бывает страшно, там, когда прыгнешь, там, боком или еще что-то. Товарищи постарше показали, на что способны квадроциклы. Причем, как оказалось, ими можно не только управлять, но и тащить на руках. Давай! Давай, Серега! Давайте пусть и волнуйся! Участник шоу силового экстрима Андрей уверен, что главное в жизни – это семья и спорт. Лучше понять женщину, чем поднимать покрышки. Дома жена, конечно. Жена по-любому сильнее, да. Почему? Ну, потому что я подкаблучник по жизни. Люблю жену, слушаюсь во всем. Ну, а вечером всех сургутян поздравили певица Полина Гагарина и группа «Моральный кодекс». Дорогие друзья, я от всей души поздравляю всех работников газовой и нефтяной промышленности! С праздником! На протяжении нескольких часов звезды эстрады радовали зрителей своими хитами. И гости праздника ответили им взаимностью. Буря положительных эмоций и аплодисменты. Если честно, что понравилось, никто не пьет, не курит, и все танцуют. Хорошо. Замечательно, все отлично, спасибо. Довольны остались и сами приглашенные гости. Секретами своего успеха поделилась Полина Гагарина. Самое главное было успеть поймать удачу, свой шанс, уметь разглядеть его и никогда не пропустить. Лучше сделать и жалеть о сделанном, а лучше вообще не жалеть, чем вообще ничего не делать, лежать на диване и думать, а вот когда-нибудь я что-нибудь, да, сделаю. Поэтому надо действовать, надо жить. Закончился же день традиционно праздничным салютом. Кристина Семенек, Екатерина Любешева, Сергей Колотов. Сургут. Интерновости. В праздничные дни в нашем городе работала губернатор Югры Наталья Комарова. Первым пунктом субботней программы главы региона стало посещение научной выставки на базе Сурго. Вместе с Натальей Комаровой на современное медоборудование, инновации в сфере микробиологии и новейшей разработки Госуниверситета посмотрела глава города Дмитрий Попов. Губернатор отметила, что деятельность ученых актуальна для нашей местности. Не только в промышленных масштабах, но и в бытовых. Кто-то заинтересовался из реальных производителей и этих работ. Наша ситуация, это, как правило, частная сеть. Я и хотела сказать, придется дачу строить. После выставки глава региона провела совещание с ректорами сургутских вузов. Наталья Комарова заострила внимание на том, что развитие научно-исследовательской работы в учебных заведениях должно быть в приоритете. Также губернатор отметила, что дефицит специалистов в Югре в скором времени пойдет на спад. Дело в том, что если раньше округ был вынужден пользоваться услугами соискателей из других городов, то теперь местные вузы справляются с объемом подготовки кадров. Так, к примеру, за последние пять лет в два раза вырос конкурс на медицинские специальности. После совещания губернатор и глава города посетили фотовыставку «Внимая ужасом войны», которая также проходила в Сургу. В гости и студенты смогли увидеть больше ста фотографий, которые иллюстрируют ужасы мировых войн и нынешние события на юго-востоке Украины. Вспоминали в субботу также и события в Беслане, которые произошли 10 лет назад. Память погибших почти ле минутой молчания. Знаете, эти 10 лет, они все равно не освободят нас от ощущения горя, от ощущения ответственности, от памяти о крови, которая была пролита. Когда террористы уничтожают ребенка, они посягают на целую страну. Когда они убивают мать этого ребенка, то они уничтожают человечество. Также губернатор посетила Центр спортивной подготовки и реабилитации имени Алексея Шапатова. Комплекс не имеет аналогов не то, что в Югре, но и в целом в России. Центр спортивной подготовки и реабилитации Алексея Шапатова работает в Сургуте уже почти месяц. За это время десятки ребят уже начали тренировки. Центр спортинвалидов Югры и депутатов Тюменского. Результаты работы налицо. Самые современные тренажеры адаптированы для занятий спортом как людей с ограниченными возможностями, так и здоровых людей. Евгений Брешев, чемпион России по легкой атлетике, занимается здесь с момента открытия. В этом зале просто посмотрел и намного удобнее. Полностью соответствует нам. Очень удобно и легко для нас. Все тренажеры, как видите, они называются специализированные тренажеры. Очень удобно. Удобные в бытовом плане раздевалки и душевые также приспособлены. А для колясочников есть даже специальный подъемник. Я надеюсь, что этот проект выживет, окажется жизнестойким. И мы могли бы тогда его тиражировать как у себя в регионе, так может быть он полезен будет и для целого Российской Федерации. Глава региона пообщалась с родителями, чьи дети проходят реабилитацию в центре. Виктория Якимова, мама Влада, которому помогал проект Сургут Интерновостей, может каждый, от лица всех родителей поблагодарила губернатора. Спасибо огромное, что вы не бросаете наших детей. Понимаете, наши дети на самом деле, я вам клянусь, они никому не нужны. Я прошу вас, как губернатора, помогите этому центру, не оставляйте его, интересуйтесь этим центром. Если нужна помощь, я вас очень прошу, ради наших деток, не бросайте этот центр. Никита Облепов, шестикратный чемпион России по лёгкой атлетике, призёр чемпионата мира. Занимается в зале шесть раз в неделю. Признаётся, главное поставить цель и идти к ней, несмотря ни на что. Мечта любого профессионального спортсмена – это попасть или участвовать в паралимпийских играх. Нужно преодолеть себя в первую очередь и поверить в свои силы. Это самое главное. Так сказать, выйти из сумрака. Выйти из сумрака ребятам помогают профессиональные тренеры, которые для пара спортсменов становятся наставниками не только в спорте, но и в жизни. Дмитрий Круковец, Светлана Степенькова, Сергей Коватов, Сургут Интерновости. В честь работников нефтяной и газовой промышленности в Сургутской филармонии состоялась церемония награждения. Больше 130 человек отметили знаками отличия, грамотами и медалями, в том числе государственными наградами. Награждали нефтяников губернатор Наталья Комарова и генеральный директор Сургут-Нефтегаза Владимир Богданов. Медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени награждены Нина Михайленко, Евгений Мухлынин, Сергей Пахомов. Почетное звание «Заслуженный работник транспорта Российской Федерации» присвоили Виктору Косищеву. 55 человек получили награды за победы в конкурсах «Лучшие по профессии». Пришел приказ, объявили это на планерке, что меня наградили. Через три дня будет 40 лет, как я работаю. За это время я сменила 12 должностей. Начинала от продавца, старшего продавца, экспедитора. Ну, была начальником отдела УПРР. А в воскресенье, по традиции, свой профессиональный праздник нефтяники отмечали на стадионе «Спортивное ядро». Там же почти 200 человек окунули руки в черное золото и оставили отпечатки на флаге молодежного объединения СНГ. Почему, расскажем в следующем сюжете. Шамиль Мухамедшин – молодой специалист, инженер-проектировщик второй категории. В Сургут-Нефтегазе работает почти год. Молодой человек признается, всегда знал, что будет нефтяником. Изначально у меня вся семья работала в Сургут-Нефтегазе. Начиная от мамы, отца, также и сестра сейчас работает в Сургут-Нефтегазе. Ну и, я думаю, это было предрешено уже, что я также буду работать в Сургут-Нефтегазе. Сейчас в Сургут-Нефтегазе работает 37 тысяч молодых специалистов. Все они в молодежном объединении. У молодежного объединения есть несколько направлений деятельности. Первое и одно из немаловажных – это адаптация молодых специалистов. Это вновь пришедших ребят, которые закончили только вузы, устраиваются, которые пришли к нам работать на предприятии, познакомить их с руководством открытого акционерного общества Сургут-Нефтегаз, с вышестоящим. Кроме этого, молодежь участвует в культурно-массовых мероприятиях Сургут-Нефтегаза. Одно из таких – посвящение специалистов в нефтянике. Каждый нефтяник должен, как говорится, понюхать нефть. Ребят, которые в этом году проходят процедуру посвящения, называют помазанники. Обряд помазания – опустить руки в нефть – состоялся на спортивном ядре в воскресенье. В свой профессиональный праздник 200 молодых ребят стали настоящими нефтяниками, в их числе и Шамиль Мухамедшин. Смело покоряем, одолеет земную твердь. Супер! Особенно в такой прикольный праздник Дня нефтяников посвятиться – это большого стоит. Мне очень понравилось. У меня масса эмоций, у меня масса впечатлений. А что вы чувствуете? Гордость, во-первых, за свою компанию, за себя, то, что я посвятился, то, что я стал настоящим нефтяникам. Екатерина Любешева, Светлана Стебенькова, Сергей Коликов, Сургут, Интру Новости. После посвящения праздник на стадионе продолжился. Перед сургутянами выступили приглашенные звезды. Зарубежные гости Лондон Бит и известная группа Би-2. Отмечать День работников нефтяной и газовой промышленности в Сургуте принято с особым размахом. Город по праву считается негласной столицей нефтяного края. Не отступать от традиций решили. И в этот раз, даже несмотря на капризы погоды. Впрочем, посмотреть было на что. Например, на выставке тяжеловесной техники представили около 50 экспонатов. Это и современное оборудование, и то, чем пользовались раньше. В первый раз, когда мы выставили транспортные средства, она очень большой интерес вызвала у людей и у самих работников Сургута нефтегаза. Потому что очень редко люди видят транспортные средства. Они же работают на месторождениях в основном. И поэтому в таком объеме эта техника практически никто не видит. Экспонаты можно было и потрогать, и ощутить всю их мощь и силу. Те же, кто к технике остался равнодушен, смогли прикоснуться к прекрасному. И показать свои таланты на танцплощадке назад в 70-е. Дети с удовольствием участвовали в шоу мыльных пузырей. Желающие погреться и набраться сил могли это сделать, как говорится, не отходя от кассы. Мы сегодня угощаем шашлыками сельнина, баранина и семга. Русская, татарская, украинская и белорусская кухни. Отдельно детский стол. Торгово-промышленное управление «Сургутнефтегаза» постаралось на славу. Впрочем, как и организаторы всего праздника. Все, что задумывалось, реализовать удалось. Это традиционное мероприятие. Собственно, не удалось реализовать только одно. Договориться с небесной канцелярией о разгоне туч. Последние несколько лет нам здорово везло. И каждое воскресенье, когда мы отмечали День нефтяника, нас радовало солнышко. Если бы было бы тепло, вообще классно было бы все. Да, замечательно. Да, очень весело. Выступают девушки, поют. Ансамбли пляшут. Очень хорошо. Отлично. Еще бы погода получше была, вообще бы стыканно было. Поздравить горожан с праздником приехали и звезды. Британская группа «Лондон Бит» и русская рок-группа «Би-2». Праздничный фейерверк стал не только завершением вечера, но и дал символичный старт новым достижениям в добыче полезных ископаемых. Тем более, что очередной рекордный рубеж у нефтяников Югры не за горами. Татьяна Расторгуева, Сергей Колотов, Сургут. Интерновости. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Не совсем адекватное поведение виновника ДТП привлекло внимание инспекторов ГИБДД. Во время досмотра автомобиля в отсеке для очков полицейские нашли пакет с веществом белого цвета. Следом правоохранители попытались обыскать сумку с документами водителя. Однако сразу этого сделать не удалось. Мужчина бросился бежать. Так, а так что? Держи! 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 Впрочем, беглеца достаточно быстро задержали и надели на него наручники. В одном из отсеков сумки лежали упакованные свертки с порошком. Возможно, предназначенные для продажи примерно 20 штук. Вещество отправлено на экспертизу, а мужчина задержан. Завершат выпуск новости из мира экономики. По статистике, каждый третий работающий житель Западной Сибири пользуется зарплатной картой Сбербанка. В Сургуте каждый второй. В чем причина такой востребованности, расскажем далее. Сегодня в Западной Сибири зарплаты на карту Сбербанка получают свыше 900 тысяч человек. В Сургуте около 100 тысяч горожан. Если учесть, что работающее население немногим превышает 160 тысяч сургутян, то получается, что услугами зарплатного проекта Сбербанка в городе пользуются каждый второй. А число желающих только растет. Когда заключается договор, как правило, работодатели, мы уже заключаем на договорах, это годовое обслуживание бесплатно. Это первый плюс. Второй момент, что если вы, имея личную карту, придете к нам и обратитесь к нам за кредитом, то процентная ставка по кредиту, по потребительскому, по ипотеке для вас будет стандартная, как для клиента, мы так называем категорию, с улицы. Если же у вас будет карта, числится в разряде зарплатная, и на нее регулярно поступают именно зачисления с вашего предприятия, зачисления, не вы самостоятельно делаете приход на карту, то снижены процентные ставки. Помимо сниженных ставок по потребительским ипотечным кредитам, для держателей зарплатной карты сокращаются сроки рассмотрения заявки от двух дней до двух часов. И пакет документов требуется минимальный, только паспорт. В дополнение к зарплатной можно оформить золотую кредитную карту. Александр Колпаков пользуется картой Сбербанка три года и уже успел оценить преимущества. Сервис Сбербанка онлайн. То есть я все платежи коммунальные, за газ, за свет, за квартиру, кредиты, и могу оплачивать, не выходя из дома. И еще один маленький такой приятный, как бы, не знаю, бонус, это спасибо от Сбербанка. То есть в этой программе я уже давно, накопилось уже очень там много бонусов, и последний раз расплатился с бонусами. Подать заявку на получение зарплатной карты можно в любом офисе банка или через официальный сайт Сбербанка. Специалисты свяжутся с клиентом в течение двух часов. Светлана Стебенькова, Татьяна Расторгуева, Денисонов, Сургут, Интерновости. На этом у меня все. Спасибо за внимание и до встречи в эфире. Срочно подать объявление? Легко! Просто позвоните 22-22-44. Газета бесплатных объявлений «Ярмарка» 22-22-44. Потрясающая меховая история от салона кожи и меха «Челси». Греческие шубы из норки, лисы, соболя, куницы и ласки. Кожаные куртки и дубленки производства Турции. На изделия из кожи скидки до 50%. Действует рассрочка. Приходи в «Челси». Современные, стильные, надежные, на любой вкус. Входные и межкомнатные двери. Цены разумные, условия интересные. Сервис гарантированный. Салон дверей на магистральной. Открытый для всех, доступный каждому. Огромный выбор ювелирных изделий по демократичным ценам. Кольца, серьги, цепи, браслеты современного дизайна. Обручальные кольца из белого, желтого, красного золота с бриллиантами и фианитами. Еженедельное обновление ассортимента. Широкий выбор золотых и серебряных часов завода «Ника». При покупке часов – жемчужное ожерелье в подарок. Магазин «Российское золото». Салон мехов Греция. Стиль, дизайн, неповторимая изысканность, роскошный мех и высокое мастерство. Салон мехов Греция. Идеальное соотношение цены и качества. Сургут, улица Университетская, 7, проспект Ленина, 16. И о погоде на 9 сентября. Здравствуйте, в студии Елена Оливанова. Генеральный спонсор прогноза погоды – компания «Жалюзи». Слишком ярко. Слишком скучно. Слишком пасмурно. Это поправимо. Горизонтальные, вертикальные, мультифактурные, плессированные, рулонные. Компания «Жалюзи». Более 20 лет создает хорошее впечатление от любого вида за окном. Компания «Жалюзи» ежедневно, а в воскресенье с 10 до 16 часов. Улица Гагарина, 8, телефон 245-00. Во вторник погода в Западной Сибири будет определять тыловая часть Атлантического циклона, куда северно-западные ветры доставят поля облачности и локальные осадки, а также холодная масса воздуха арктического происхождения. С температурным режимом на 3-5 градусов ниже климатической нормы. Ночью в Сургуте и окрестностях облачно возможны кратковременные осадки. Ветер северо-западный 4,9 метра в секунду. Температура воздуха 0,5. Утром погода существенно не изменится. На столбиках термометров около 6 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями, местами дождь, направление и сила ветра не изменится. Температура плюс 5, плюс 10. Возвращение легенды Мы просто продаем качественную обувь по доступным ценам. Сеть салонов Саламандр В сети салонов обуви Саламандр. Новая коллекция осень-зима 2015. В течение дня солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое. Атмосферное давление будет расти и составит 754 миллиметра ртутного столба. Невероятно! Она летает! Ваша дочь будет в восторге от этого подарка. Летающая фея по специальной цене только в карапузе. Вы верите в волшебство, а дети верят. Карапуз Всегда радостные покупки для детей в магазинах Карапуз. Достойное качество по выгодным ценам. Фабрика Комфорта. Воплощение качества, профессионализма, красоты и удобства. Шкафы-купе, гардеробные, кухни детские. Экологически чистые материалы и новейшие технологии. Модные расцветки и фактуры. Десятилетний опыт собственного производства. И, пожалуй, самые выгодные условия покупки. Фабрика Комфорта. Живите красиво! Я желаю вам всего доброго. Будьте здоровы. До свидания! Салон меха и кожи Солени Коллизионе рад приветствовать вас по новому адресу. 27 сентября состоится праздничное открытие отдела в торгово-развлекательном центре Сургут Ситимол на втором этаже. Гостей ждут приятные сюрпризы, подарки, призы. Приходите за покупками в Солени Коллизионе. Здесь вам подарят тепло и порадуют красотой.